Всем привет, друзья! С вами Пипа, и сегодня мы снова продолжаем с вами проходить игру, которая называется Ацидент. Итак, давайте посмотрим следующее задание, которое нас ждет. А это у нас получается железнодорожный инцидент. Нифига себе! Вот это уже интересно будет. Так, и что это у нас за местность Чешская Республика? Ну что ж, врубаем диск и погнали! Итак, Моровска, Селезневский регион, Чешская Республика. Куда-то мы прям очень быстро мчимся и вижу поезд уже, вижу, вижу поезд, да. Ой, тут какая-то прям сильная походу авария, хотя может быть и не очень. Окей, так, ну, чё? Так, ну... Так, всё, быстро, тушить огонь! Так, во-первых, сигналку поставили, вызовите экстренную службу. А где наш грёбаный телефон? Подождите. Как нам вызвать службу? Где? Навигатор не работает. Где мой мобильный телефон? Во! Единичка! Быстро нажимаем. Эй, у нас батарейка ещё сел. Вот это подстава. Так, выйти наружу. Быстренько. Тушить огонь. Так, быстренько тогда, быстрей-быстрей открывай багажник. Где наш огнетушитель? Где? А где огонь-то? Где огонь? Вот огонь горит. Тушится, я не знаю он или нет. Должен потушиться, по крайней мере. Чё-то, походу, с той стороны не тушится. Видимо... О, тут надо как-то тушить, вот так вот. Блин, у меня огнетушитель кончился! У меня кончился огнетушитель. Так, где? О, ещё один есть. Ой, блин, сколько времени мы потеряли, пипец! Так, всё. Огонь вызвать экстренную службу. Это всё хорошо, дверь заклинила. Как мне вызвать-то? Дверь заклинила. Так, чувак, у чувака нет ни телефона, ни хрена. Как мне вызвать грёбаную экстренную службу? Эй, тут есть кто-нибудь или нет? Наверное, вот в эту будку надо забежать быстренько и сообщить, что мы тут... Аварию... О, нет! Так, тут явно мы никого не вызовем. Как? Кому звонить? Из чего звонить? Алё! Зашибись! Я даже не знаю, что делать-то. Как нам вызывать экстренную службу? Давайте войдём, может быть, мы попробуем... Как-то телефон на зарядку тут можно поставить или что-то сделать? Не понимаю. Так, давайте разбираться вместе. Что нам тут нужно сделать? Вызвать экстренную службу. А что у нас тут есть? А треугольник аварийного. Так, но это явно нам нужно, да, поставить где-то. Или пока не нужно. Хрен его знает. Даже значков нету. Куда нам это ставить? Пипец. Так, вот эта штука не работает. Нахрен мы этот треугольник взяли? Я теперь его даже убрать, прикиньте, не могу. Так, подождите. Тут дверь тоже заклинила, тут заклинила. Капот мы открыть не можем. О! Есть стопы. Так, давайте попробуем у водителя чего-нибудь тут найти. Так, у водителя нихрена нет. Дружище, у тебя случайно телефона-то нету? Как нам экстренную службу-то вызвать? Это что такое? Это кусок древесины валяется. Так. Вызов экстренной службы. Это все очень круто. Давайте, может быть, в главный вагон сбегаем. Так. Дверь закрыта. Ну-ка. О, войти вовнутрь. Мы, оказывается, и сюда еще можем влезть. О-о-о-о! Ё-моё! Так, радио. Экстренная служба. Все. Короче, нам нужно отматывать. Отматывать на очень сильно. Нажимаем R. Да, давай, договаривай. Очень быстро. Ай, да подожди ты. Мне нужно отмотать все очень. Очень-очень. Затем жерст, да, нужно осмотреть. Короче, блин, мы столько времени потеряли. Пипец. Все. Короче, отматываем. Охренеть, как нам далеко надо отматывать. Это прикиньте, сколько мы времени потеряли. Просто огромнейшее количество. Но зато мы нашли. Что нам нужно делать? Все. Значит, мы теперь просто отматываем в самое-самое начало. Вылезаем из машины. И сейчас, получается, будем с вами тушить. Так, отлично. У нас перемотка прошла и игра зависла. Алло, здравствуйте. Что за нафиг? Типа в этой миссии нельзя перематывать, что ли? Ну хорош уже. Что за приколы? Все, у нас почему-то игра на этом встала. Так, переход в десктоп, главное меню, перезапуск, продолжить, советы по игре. Алло, почему у меня перемотка застыла и все получается? О, блин. Вы прикалываетесь? Новые цели. А какого хрена у меня ничего не отмотало? Давай мотай. Вот, до вызова телефона. Какие-то странные приколы с этой игрой творятся. Вроде обновлений никаких не было, а вот такие вот глюки бывают. Все. Отлично, все. Что нам нужно? Так, открываем дверь. Во-первых, берем телефон, сразу звоним. Нам говорят, что... Опа, батареечка села. Вылезаем. Хватаем огнетушитель. Быстренько. Так, и несемся, короче, тушить. Тушить огонь. Вот так вот быстренько тушим. Ну. Что, горит что ли еще где-то? Да емае. Типа не хватает, что ли? Не хватает одного огнетушителя? Да я же потушил там. Короче, походу, два огнетушителя надо залить. Все. Так, дальше. Вызов экстренной службы. Значит, мы сразу несемся вот сюда, к этим чувакам. И будем их спасать. Залетаем. Тут у нас два машиниста, вообще без сознания. Один валяется на полу. Так, сразу хватаем рацию. Эй, чув... Так, спасибо. Я информирую аварийные службы прямо сейчас. Информируй. А теперь, пожалуйста, оставайтесь там и постарайтесь помочь жертвам. Я вас предупреждаю. Начните с охраны территории. Включите... Выключите зажигание в машинах. Затем проверьте всех жертв, а также точное местоположение. Возвращайтесь ко мне. Зашибись. Так. Треугольники надо поставить. Выключить зажигание в автомобилях. В автомобилях. А тут один автомобиль. Ладно. Несемся. Так, давайте сразу и треугольники тогда захватим. Опа. Чек. Зажигание, зажигание. А ну-ка открывай дверь нахрен быстро. Опа. Зажигание. Место происшествия. Блин, где тут? Где тут? Где тут? Где тут? Так, подождите-ка. Только один треугольник, что ли, надо поставить? В той... В той стороне? А какого хрена? Обычно два ставится. Ну ладно, хотя бы один нам меньше с этим проблем. Так, отлично. Дальше что нам? Проверка точного местоположения. А как мне проверить-то? Где я нахожусь? Так, наверное, мне надо в машине, может, навигатор мой посмотреть. Хотя мне кажется, что хрен там. Где-то тут либо вывеска должна быть. Да господи, так долго. Все. Так. Проверка положения. Ну. Все. Отлично. Давай-давай-давай-давай быстрее вылазь, дружище. Блин, какой же у меня чувак медленный. Так, нам надо вот этого чувака проверить. Давайте-ка его так проверить. Во-первых, потрясем. Эй, мужчина, вы меня слышите? Ё-моё, у него башка разбита. Так. Во-первых, отстегиваем. Запрокидываем голову. Смотрим. Рана у него большая. Слушаем. Он дышит. Отлично. Это хорошо. Это хорошо, что он дышит. Теперь бежим. Бежим очень быстро. Так, давайте, наверное, аптечку сразу с собой возьмем. На всякий случай. Быстренько бежим. Проверяем вот этих двух чуваков. Я надеюсь, машинисты тоже все живы. Уж они-то явно должны быть живы. Так. А что нам надо? Перевернуть его? Эй, чувак. Ну-ка. А он не дышит. Странно. Ладно, что-то с ним произошло, что он не дышит. Дружище, ты меня слышишь? О, этот тоже башкой ударился. Давайте послушаем. Этот дышит. Значит, у нас один, получается, только без звука, да, лежит. Рана на башке. Новая цель. Передать информацию диспетчеру. Быстренько. Спасибо. Скорая и полиция уже едут. Если можете, постарайтесь помочь человеку в машине. Возвращайтесь, если что-то изменится. А чего? Помочь пострадавшим? Всем? Ну, давайте попробуем всем помочь. Блин, мне не очень удобно. Где чемодан? Так, открываем чемодан. Берем перчатки. Все. Так, во-первых, запрокинули. Так, сейчас будем долбить. Вот это я помню, как делать. Тут надо ровненько в пульс хреначить. Я надеюсь, он у нас живет. Надеюсь, мы его спасем. Ну, давай уже, сколько тебе надо? Обычно не так много делают. Чего, 30 раз, что ли? Так, ну и чего? Так, проверьте рот жертвы. Проверьте дыхание. Ну-ка. Так, по-моему, начал дышать. Или мне просто показ... Так, подожди. Радио мне не нужно. Отлично. Вы отлично поработали. Теперь переведите его в положение восстановления. Подождите. Чего? Поставьте жертву в положение восстановления? Это как? Окей. Я не знаю, что это значит. О, мы его нифига себе. Вот так надо, оказывается, сделать. Ну-ка. О, прикольно. Мы его спасли, что ли? Офигеть. Или скоро уже мчится? Эмбелэнс. О, чувак даже бутерброд не доел. Так. Это улика. Нифига себе. Прикольно. Так. Что у нас тогда еще тут есть? Е-мое. Еще одна улика. Кровища-то сколько. Е-е-е. Нормально так, видимо, чел ударился. Все, спускаемся. Сколько нам нужно еще? Еще всего лишь две улики найти? Так мало? Окей. Ну, эта миссия какая-то даже, я бы не сказал, что очень сложная. Так. Что-то тут бревно. Из-за чего машина-то вылетела? Знак явно. Так. Давайте посмотрим, что у нас тут внутри есть. Вмятина. Так. Отлично. Вмятину нашли. Кто-то влетел. Пассажирская дверь. Так. Тут ничего не подходит. Смотрим. Может быть, в машине какие-то подсказки есть? Нет? Нифига. Только... Это, получается, поезд влетел в машину. Так. Барьер. Недостаточная подсказка. И тут недостаточная подсказка. А вот тут интересно. Может быть, из-за того, что не работали переключатели? Да. Все. Я так и думал. Скорее всего, с шлагбаумом они сработали. И поэтому поезд влетел в машину. Ну, давайте. Теперь составим с вами план. Итак, у нас всего четыре подсказки. То есть, это не особо много в результате. Так. Так. Что у нас? Барьеры не работают из-за сгоревшего блока предохранителей. Вот так. Дальше. Так. Фургон врезался в поезд. Водитель поезда падает. А, нет. В результате... Так. Вот так. То есть, у нас водитель поезда падает в консоль. Башкой прям разбивает себе бубен. И в результате столкновения второй водитель задохнул с едой. А, вот так он поперхнулся. Ну, давайте смотреть. Отлично. Успех. Так. Мирослав в столкновении нанесло много повреждений внутренних органов Мирославу. По прибытии в больницу его сразу же отправили в отделение скорой помощи, где ему сделали длительную и сложную операцию. Восстановление также было медленным и болезненным. Но благодаря мастерству и опыту медицинского персонала он, в конце концов, пришел в себя. Францик. К счастью для Францишика, у него было лишь небольшое сотрясение мозга. Повреждена рана на лбу. Быстро она зажила, и после он отправился домой. Петр. Петр чуть не задохнулся, когда кусок еды застрял в его дыхательных пустях. К счастью для него, ты был на месте достаточно скоро, чтобы помочь ему. Он пришел в сознание вскоре после прибытия в больницу и уехал всего через несколько дней. Ооо, все остались живы, это круто. Ну что, погнали смотреть, что и как тут произошло. Ох ты, блин. Вот так вот получилось. Фига там чувак, конечно, подавился. Но на самом деле на такой скорости ехал поезд. Мне кажется, там от машины бы ничего вообще не осталось. А тут только вмятинка такая, не особо огромная. Реально, либо это очень большое стечение обстоятельств и прям удача какая-то, либо просто неправдоподобно сделано. Ну реально, там скорость, походу, была очень большая. Обычно, сколько я видел видео, где поезда влетают в машины, там машины просто разлетаются. А тут прям реально повезло. Что ж, очередная миссия у нас пройдена. То есть, наша папочка с пройденными уже заданиями копится. И это очень хорошо. В следующий раз будем смотреть, что нас ждет дальше. На этом сегодня все, ребят. Если вам понравилось это видео, обязательно поддержите его лайком. Напишите какой-нибудь комментарий. Это помогает каналу развиваться, немножечко больше просмотров набирать. С вами был Пип. До скорых встреч. Увидимся. Пока.